Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня расскажу, как приготовить густой сметанный крем для торта из магазинной сметаны без использования загустителя. Сметанный крем одна из самых простых и доступных кондитерских начинок. Залог успеха в приготовлении пышного, густого и вкусного сметанного крема для тортов и десертов это свежая, не кислая сметана. Причем, именно сметана, а не сметанный продукт. Натуральность это первое условие. Второе условие жирность сметаны. Сметану нужно брать самую жирную, какую вы найдете в своих магазинах. Конечно, лучше всего брать домашнюю жирную сметану, в идеале это 30-35 процентов, но с такими процентами не часто встретишь сметану на полках супермаркетов города. У меня сегодня сметана 20 процентная. Третье важное условие вместо сахара использовать сахарную пудру, так как сахар делает крем жидким. Здесь на ваш выбор. Можно просто измельчить в кофемолке или блендере необходимое количество сахара до состояния сахарной пудры. Или же взять магазинную сахарную пудру. И еще одно необходимое условие вкусного, пышного сметанного крема. Это температура сметаны. По аналогии с жирными сливками взбивать нужно только сильно охлажденную сметану. Ну а теперь сам процесс приготовления. Для начала нам нужно отвесить сметану. Если вы не знаете, как отвесить сметану, расскажу подробно. Берем глубокую емкость, у меня дежа от миксера. Берем сито или дуршлаг. Выкладываем на него чистую марлю, сложенную минимум в четыре слоя или плотное льняное полотенце. Выкладываем нашу сметану и завязываем концы марли. Далее в получившийся узелок я вставляю лопатку. Убираю дуршлаг и подвешиваю узелок со сметаной прямо над дежой. Можно взять высокую кастрюлю. Мешочек со сметаной не должен доставать до дна. Когда сметана в подвешенном состоянии, жидкость отходит эффективнее, чем если сметана будет просто лежать на сите. Сразу же начинает отделяться сыворотка. Убираем эту конструкцию в холодильник минимум на 6 часов. А лучше всего оставить на ночь или даже на сутки, если вы используете 15-процентную сметану. Главное убирайте в холодильник или в холодное место, чтобы сметана не перекисла. Обязательно периодически сливаем накопившуюся сыворотку. Сметана не должна с ней соприкасаться. Если вы отвешиваете сметану, то ее, как правило, нужно брать на 20-30 процентов больше, чем требуется по рецепту, так как после того, как сыворотка уйдет, вес готового продукта уменьшится. В данном случае я брала 900 граммов сметаны. После стекания сыворотки в течение 6 часов у меня осталось 720 граммов густой сметаны. Теперь взбиваем холодную сметану так же, как и жирные сливки, начиная с малых оборотов миксера, постепенно переходя на большие. И постепенно вводим сахарную пудру. Если в сахарной пудре есть слежавшиеся комочки, то ее нужно обязательно просеять и разбить все комочки. Кстати, к сметане и сахарной пудре можно добавить немного сухих сливок или сухого молока. Получится еще более густой и пышный сметанный крем. Так же, как и со взбитыми сливками, здесь есть опасность перебить сметану. Когда вы увидели, что сметана начала густеть, лучше остановиться. Этот крем получается очень нежным, с характерной для сметаны легкой кислинкой. Многим такой вариант нравится даже больше, чем взбитые сливки. Этот крем можно использовать не только для прослойки тортов и наполнения пирожных. В принципе, он подойдет даже для несложных украшений. Цветы и розы из него, конечно, не сделаешь, но отсадить элементарные бордюрчики вполне возможно. Такой пышный сметанный и нежный крем можно использовать и просто как десерт. Поверьте, что если вы выполнили все вышеперечисленные условия, ваш сметанный крем обязательно получится густым и пышным. Но если вдруг что-то пошло не так и крем не загустел, то пара пакетиков загустителя в любом случае спасут ваш крем. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok